Супружеский долг Ваша задача просто получать все премии, которые компания предлагает. Ну как муж и женат, да? Так, компания свои задачи выполнила. Вопрос за нами. Тем более вы видели, какой настрой компания, да? Она, ведь на самом деле хорошая компания гордится количеством консультантов. Она гордится количеством хорошо зарабатывающих консультантов. И вот то, что Игорь сейчас сказал, что наша задача – это вырасти как можно больше миллионеров. Вот мы сейчас с Мацом разговаривали, что на конференции, на той конференции в Стокгольме, на сцену вызвали людей, которых, работая с компанией Reflame, заработали больше миллиона долларов. Больше ста человек. Причем когда вот первый раз их владели, я сейчас не помню, где-то, кто ли в Панаме, там было 57 человек. То есть количество миллионеров в Балифлэме удвоилось. Причем и здесь даже в Башкирии, Уфе есть люди, которые вошли в этот самый список людей, которые вместе с компанией Reflame заработали больше миллиона долларов. Вы представляете, очень лично. Вообще, вообще, как бы, нанять на работу миллионеров, представляете, да? Миллионера нанять на работу. Это очень сложно. И когда у Эндрюка Ренеги спросили, как вам удалось нанять 18 миллионеров, это был самый богатый человек Америки в свое время. И у него было много заводов, и на него работало 18 миллионеров. У него спросили, как вам удалось нанять миллионеров на работу? Он ответил очень просто, это уже работают у меня и стали миллионерами. Вы понимаете, что я говорю? То есть, на самом деле, Reflame предоставляет возможность зарабатывать. Он предоставляет возможность зарабатывать много. Он гордится количеством миллионеров, которые просто изменили свою жизнь, которые изменили огромное количество других судеб. Потому что, понимаете, на самом деле очень важно понять, что вот эта пословица, что очень важно, чтобы в нужном месте, в нужное время оказался нужный человек. Место есть, время есть, возможности есть. Осталось только доказать, что в этом нужном месте, в нужное время оказался нужный человек. И это чья работа? Кто это должен сделать? От кого это зависит? Чьи это будут заработки? Чьи это будут звания? Чьи это будут поездки? Сначала на корабле, потом по всему миру. И чем больше будет ваше звание, чем больше будут ваши чеки, тем больше будет стран. И какие страны? Какая экзотика? В этом году Сейшелы. Кто был на Сейшелах? А кто хочет на Сейшелах? ЮАР? А кто хочет быть в ЮАР? А кто в следующем году хочет в Сейшелах Бога? Это вы понимаете, что перед вами, Сейшелем, открывается весь мир. Надо просто взять. Надо просто сделать. И надо понять, что на самом деле у нас великолепный продукт. Великолепный продукт. На самом деле великолепно. То, что экологен, это на самом деле сильнейшее слово техники. Это на самом деле самое острие современной науки. Вот там, помните, говорили, что лучше брендовых кремов. И это надо знать, это надо гордиться. Даймонд. Трюмфель. В Тунице я не читал на Трюмфель, что это будет трюмфель. Вы читаете. Веллос. Вы обратили внимание, что я раньше хотел сегодня с Растемным бюджаком, да? Сейчас я его застегну. Я его несколько раз могу застегнуть. смотрю. А кто так может повторить? Это что? Я сейчас вот, у меня глюки держат, чтобы на счет поддержек. Потому что я сейчас начал приедеваться, прилетел сюда в джинсах, а вот здесь начал приедеваться. Я приеду, ну, ну, можешь просто потом, галстук потянуть, смотрю, не верите? Не, 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 не надо. Сейчас здесь в зале я спросил Матсу, Матсу, как показать? Вот так? Или вот так? Вот так вот виднее. Вот так вот интересно. Ребята, не надо понять, что мы в самом деле серьезный бизнес делается над другой продукцией. На самом деле, цена это, помните, Матс сказал, что мы жалеем о том, что мы так тешку продаем нашу великолепную продукцию. Она стоит этих денег. На скидочные продукции это не бизнес. Это инвалиды на голову делают вот этот от каталога в каталог, от скидки до скидки 7,5 тысяч баллов. У нормальных директоров, простые директоров по 40 тысяч баллов должно быть. Потому что это ваше будущее, это ваши перспективы, это ваши новые звания. Когда я сейчас начинаю анализировать работу своих директоров, я спрашиваю, сколько у него в персоналке, после того, у него все круги будет, сколько у него еще персоналка остается. Это касается золотых, бриллиантов, это касается исполнительных. У нас там просто, после того, как все группы выйдут, после того, как все группы выйдут, у нас персоналка еще остается от 30 до 70 тысяч баллов. Вот эти ублюдочные группы, которые там 70 с половиной тысяч баллов натягивают каждый месяц. Это не бизнес, понимаете? Бизнес, когда это 40 тысяч, 50 тысяч баллов. Почему? Потому что у вас новые директоры, у вас новые группы, у вас новые перспективы. надо научиться гордиться своей фирмой, надо научиться работать с дорогим продуктом. Нормально, бизнесмело делать серьезный бизнес на серьезных продуктах, на дорогих продуктах. «Вэллэнс». Господи, да вы в курсе о том, что 80% зарегистрированных людей в «Эрифлейме» еще ни разу не покупали «Вэллэнс». Я могу, Макс, говорю, «Макс, ну это же плохо». Он говорит, «Да это великолепно». Я говорю, «Как великолепно? 80% еще не покупали». Он говорит, «Да какие перспективы у нас?» И вместе с тем продукция – это здорово. Продукция – это хорошо. Продукция – это здорово, потому что у нас есть такая продукция, с которой можно гордиться. «Вэллэнс», «Стволовые клетки». Что вообще, кто-то еще не слышал про стволовые клетки, а мы уже начинаем их в массу. Мы с вами пионеры. Мы с вами первые. Мы с вами находимся на самом острее науки и техники. На самом деле институт кожи открыл «Арифлэйм». «Арифлэйм» в Стокгольме открыл институт кожи. У нас есть программа специального центра «Гелеза», который разрабатывает, который все время новинки, новинки, новинки нам подбрасывает. Если бы они просто остановились, то выпустили, как-то и грудь творились. Нет. Они надают супы, они надают чаи, они дают нам витамин, они дают пастилки, они дают... Ну, вы еще что дают? Я не взял. У меня уже есть вот эта вот такая батончик. Тоже наше будущее. На этом тоже не остановится. «Арифлэйм» идет вперед. Вопрос только один. Кто с ним пойдет вперед дальше? Вы «Арифлэйм» идет вперед. Потому что лидеры были, лидеры есть, и лидеры будут есть. Лидеры. Знаете, вот, Амире очень нравилось выражение, что есть люди, которые просто живут. Есть люди, которые просто живут, но еще и наблюдают за происходящими событиями. А есть люди, которые заставляют эти события происходить. Я уверен, что в этом зале собираются люди, которые заставляют эти события происходить. Я верю, что в этом зале сидят люди, которые перевернут вообще весь маркетинг «Арифлэйма». Я верю, что еще человек, который вообще перевернет вообще весь смысл в этот бизнес, он еще контракт не подписал. Все только начинается. Все только начинается. Кто это будет? А я не знаю. Я не знаю. Потому что это зависит не от меня, это зависит не от фирмы, это зависит не от продукции, это зависит даже не от времени, это зависит от человека. человек, который перевернет вообще весь этот бизнес, он может даже еще контракт не подписал. Но от кого это зависит? От кого это зависит, что попал в Арифлэйм? От кого это зависит, что он понял смысл этого бизнеса? От кого это зависит? Потому что, ребята, ну поймите сами, ведь дело в том, что Арифлэйм, вот почему видит смысл бизнеса сам Арифлэйм? Ни разу не задумывает. Продавать с утра до ночи, людей регистрировать. Вот в чем Арифлэйм видит смысл? Ни разу не задумывались. Я могу ответить. В самом маркетинге компании Арифлэйм заложен смысл этого бизнеса. То, какого компания понимает. Потому что обратите внимание, что нам звания присваиваются, премии выплачиваются, уважение оказывается не за объемы продажей, не за количество подписанных людей. за количество обученных людей. Два человека на мужчине вы золотой директор. Ты человек вы старше золотой. Четыре вы сапфировали. Начинают есть за границу. Вы появляется прием, у вас появляется хорошая зарплата, у вас появляется уважение компании, от партнеров, от товарищей. шесть групп, шесть, вы бриллиантовый директор. Шесть, что такое шесть групп? Это шесть человек, которых вы пригласили в этот бизнес, которых вы научили этому бизнесу. Пусть передали свое знание, свое умение. Вместе с ним сами учася и обучаясь, обучая других, вы врастаете сами. Знаете, как-то раз у нас был таковол с Магнусом, я говорю, Магнус, ну почему все время присвоить какие-то новые звания, помните, там, мы задали сколько-то раз, пять раз, меняли маркезин, да? То есть, первый раз было 12 групп, это было максимально. Потом сделали 18-24, потом сделали 30-40, потом сделали 50-50. Я говорю, Магнус, ну почему ты нас все время толкаешь на новые группы? Ну, что для фирмы выгоднее, чтобы мы с нами 10 новых групп вырастали, или чтобы руками нами обученных директоров дали фирму тысячу групп, 10 тысяч групп. Он говорит, честно? Я говорю, честно. нам выгоднее, чтобы вы новых 10 групп вырастали. Я говорю, как это? А вы сейчас учителя качества другие. Я сейчас про вас говорю. Потому что, работая в этом бизнесе, вы приобретаете опыт, вы приобретаете знания. Вы сейчас стоите гораздо дороже, чем год назад. вы сейчас знаете больше, чем в то время, когда вы начинали этот бизнес. Ваша ценность как учителей выросла. Я грамотный злогарь. Вы сейчас совсем другие. И компания это знает. И компания это ценит. И компания идет вам на встречу, потом дает вам конкурентную зарплату. Зарплату, достойную европейских заработков. Понимаете, еще вещи нет. Комбания идет вам на встречу, делает такие мероприятия, как сегодня, как круизы, как Сингапур, Сейшелы, ЮАР. Я понял, почему, поехав в первый раз на бриллиантную конференцию в ЮАР, я понял, почему они называются бриллиантами. Потому что все начали бриллианты покупать. Почему одна женщина купила шесть бриллиантовых колец. Она сказала, я бы это вообще раньше золото не любила. Я поняла, почему я не любила. потому что от бедности. А ты на нее посмотрела, а что ты шесть покупил? Ну, купила бы семь, была бы неделька. Я очень-очень хочу, чтобы вы были все в ЮАР. Я очень-очень хочу вас всех видеть в Сингапуре. Но это лидерство. План успеха, план мечты, он переделан под лидеров. Он под лидеров переделан. Лидеры больше получают. Не те, которые стали просто директорами, а те, которые стали у себя у нас директорами. 5% с первого года. 2% со второго года. Для лидеров было изменение с тем. Понимаете, что я не знаю? Компания Reflame изменяет маркетинг не для тех людей, которые сейчас уже работают, когда уже стали больше зарабатывать. Компания Reflame делает изменения для того, чтобы для будущего, чтобы мы имели право пригласить людей, чтобы у нас был инструмент для приглашения людей, амбициозных, сильных, с которыми можно пойти в разведку. А Reflame это делает, тебе надо их приглашать. Все изменения сделают для лидеров. И они будут продолжаться делать для лидеров. А Reflame очень живая, гибкая компания, она очень мобильная компания. Вы знаете, как-то раз нам на золотой конференции показали одного человека, который очень долго, 15 лет работал с компанией Avon. Ну, когда он вышел на сцену, представим, что он 15 лет работал с компанией Avon, весь зал начал там свистеть ногами, ну, ну, знаете, когда это бывает. Вот он переждал, потом говорит, вы, говорит, свистите и токайте ногами, потому что узнали, что я работал 15 лет в компании Avon. А почему не спросили, почему я пришел в Reflame? Объяснить? Все, да, да, объяснить. Он сказал, понимаете, компания Avon идет, компания Reflame бежит. Я вижу огромные перспективы у компании Reflame. Ребята, мы с вами в нужное время, в нужном месте осталось только задачи, что в этом нужном месте, в нужное время оказался нужный человек. От кого это зависит? Не слышу? Кто думает, что это зависит от компании Reflame? Кто думает, что это зависит от спонсора? Кто думает, что это зависит от того, как вовремя пришли в компанию, что это бизнес первых? Кто думает, что бизнес получает только того, кому муж по памяти помогает? Тамила очень часто говорила, приглашайте, если вы считаете, что вы приходите, мужа вылечить ваши доходы, но приглашает как бизнес мужей. Не можете своих, приглашает чужих. Ой, ребята. Кто осознает, что результат в этой жизни в ваших руках? Я знаю все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Поймите, если вы бизнес будете строить на чистое приглашение людей, то у вас бизнес не получится. Просто если вы людей будете размазывать тонкой пленкой по океану, то этих людей здесь ничего не будет держать. Но когда вы строите свой бизнес на зарабатывающих людях, когда вы строите их на директорах, на дорогих директорах, практически по большому счету, вы строите бизнес навсегда. Я понятно объясняю? Потому что вопрос еще второе. Как строить их людей? Кого из них выращивать? Просто создавать под них структуру и все? Я тут как-то раз просто сейчас на самом материале книжки собираю, и там просто записываю свои мысли, и там просто, что бизнес, который человеку не стоил труда, бизнес, когда вы ему под него просто создали команду, то он не ценится. Я бы даже назвал так, чужой ребенком. То есть бизнес, который достался человеку без седых волос, без переживаний, без бессонных ночей, он не ценится. Понимаете? Чужого ребенка можно придать, можно продать, можно переподписать. Но когда человек вложил в свой бизнес, он ему чего-то стоил, он будет им гордиться. Он будет вместе с ним подниматься к небесам. Он будет им гордиться, и он никогда не уйдет из рифлейности, это он сам построил. Как-то раз цыпленок и поросенок начали совместный бизнес. Назвали унишнице беконом. Бизнес пошел очень хорошо. Но через некоторое время, как в любом бизнесе, цыпленок поднял вопрос о пересмотре процентов. В любом бизнесе такое. Он считал, что он перерабатывает. Он считал, что он заслуживает больше, чем 50 на 50. Потому что когда делят обычно 50 на 50, то некоторые люди пытаются и двоеточие тоже себе забрать. Вот он поднял с поросенком вопрос. «Давай, говорит, пересмотрим проценты. Потому что я перерабатываю». А что, поросенок посмотрел на него и говорит? «Нет, говорит». «Мы ничего пересматривать не будем. Потому что для того, чтобы делать этот бизнес, тебе нужно просто попу на плячь». Я же каждый раз расплачиваюсь кровью. Я грамотно объясняю? Да. И вместе с тем, я не хочу, чтобы поработали вместо всех. Я на самом деле считаю, что это бизнес-обучение. Когда меня сейчас спрашивают, кем я работаю, они говорят, ну как сказать, сетевик, ну как вообще сказать. Вот я говорю, он так пожимает плечами, говорю, учитель. Я на самом деле просто в наше непростое время учу людей, как можно зарабатывать деньги. Ни у кого не просяне, от кого не зависит. Никого не обманываю. Потому что у меня очень ценно, и никого не обманываю. Я просто обучаю людей. Обучаю их людей, готовых самостоятельно работать. Оказывается, это возможно. Потому что смотри, сколько сильных лидеров выросло. Сильнейших лидеров. Как-то раз проводили большое мероприятие в Питере. Помните, у нас было там большое-большое мероприятие? Когда я понашен еще вот в железнодорожную фуражку ходил. Мухал там в жезлу. У-у-у, про воду. Про воду, да? Вот. Альбинка вышла на сцену. Альбинка вышла на сцену. Как она провела эту встречу. А мне кто-то из руководства поворачивался ко мне. Она драйвер, она драйвер. Владимир, как она выступает? Она выступает лучше тебя. Это же здорово. Я как раз этим выучил. Вы горжусь своими учениками. Я горжусь своими учениками. Потому что я вам сейчас просто приведу один пример, чтобы вы поняли, что вы хотите от своих учеников. Смотрите. Как-то раз Генри Форд провел эксперимент. У него было 10 заводов Генри Форда. Ну, машина, так сказать. У него было 10 заводов. Ну, соответственно, 10 директоров этих заводов. Он провел эксперимент. Взял и всех 10 директоров одновременно отправил в отпуск. Представляете? Что вы получили в результате? Без некоторых директоров завод стали работать лучше. Без некоторых директоров завод стали работать хуже. А некоторые заводы еще не изменятся. Вопросы. Кого он уволил? А вот подумайте. 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 Это не для нас, а для простых вопросов. Уже раньше слышали, да? Нет? Да. Да, да, да. Именно так. Потому что на самом деле очень важно понять, кого вы из людей хотите растить. Потому что это... Вот что такое директор завода? Это тот же самый сетевик. У него есть свой коллектив, у него есть своя организация, у него есть свое производство. Это производство работает или не работает? Что такое директора, без которых эти заводы стали работать лучше? Это мы с вами. Это некоторые лидеры наши, которые, когда уезжают на золотую конференцию, без них начинает все работать лучше. Почему? Потому что они тормозами работают. Они дают людям развернуться. Что означают лидеры, которые уезжают на бриллиантную конференцию, а без них все начинает работать хуже? То есть на них все держится, да? Вы хотите такого бизнеса? Что означают лидеры, когда они уезжают в конференцию, когда они уезжают в отпуск, когда они уезжают даже на полгода, на совершенно, да? А без них ничего не меняется. Что это означает? Да, это хорошие учителя. Они подготовили себе замену. С ними или без них? Их люди умеют работать. Такие люди дорогого стоят. Такие люди на вес золота. Думайте сами. Кем хотите быть вы? Кого вы хотите иметь в ваших организациях? Думайте. Решайте. Учитесь. Обучайте других людей. Учитесь вместе с ними. Меняйтесь. Все время меняйтесь. Никогда не останавливайтесь. Как-то мило говорила, да? Предел. Только небо. А когда я их хлопаю, она сделала паузу, говорила. Хотя мне больше нравятся слова. Даже небо. Раз своих любимых. Потому что мне это нравилось. Я был счастлив. Я был счастлив. Почему я сейчас работаю? Потому что один товарищ, когда у него мама умерла, я вот он начал поддерживать какие-то слова, начал говорить. Он говорит, вот не надо ничего им говорить. Я, говорит, не расплачивайся, не умру. Потому что, говорит, что, если я сейчас расплачиваюсь, умру, то получается, моя мама заря жила? Нет, я буду продолжать ее делать. Ради нее. Ради вас. Ради людей, которые еще не подписали контракт. Нет. У меня много энергии. Не дождетесь. В чем изуминка твоей системы? В чем зерно твоего труда? Самое главное. Ребята, вы знаете, дело в том, что я не знаю, но, может быть, вы тоже с этим сталкивались, что очень часто люди говорят, это я на тебя работаю. На тебя вообще весь город работает. Это мы тебя отправили в Бразилию. Никому такие слова не говорили? Ну, бывает. Вы знаете, если вы на самом деле не знаете, что людям таким ответить, то грош вам цена самому как специалисту, как сетевику, как рефлейщику. Почему? Потому что, не дай Бог, мне кто-нибудь скажет, я на тебя работаю. На тебя вообще весь город работает. Потому что я тут же ему верну его слова. Слушай, дружище, мне нужно, чтобы ты как может быстрее сделал вот это. Как ты считаешь, с моей помощью это быстрее сделаешь или без моей помощи? Ну, с твоей помощью, конечно, быстрее. Так кто здесь на кого работает? Ты на меня или я на тебя? Потому что надо просто очень четко для себя понять, что в этом бизнесе мы получаем деньги не за работу приглашенных людей, в этом бизнесе мы получаем деньги за нашу работу с приглашенными людьми. Если мы эту работу проделали хорошо, он получает хорошую зарплату, и нам платит хороший процент. Если бы мы работу проделали плохо, он ничего не зарабатывает, и нам ничего не платит. Где и по этому? В чем смысл системы? Других людей выводить на заработки. В других людях повторять себя. Других людей делать богатыми. И чем богаче будут ваши люди, тем больше будете зарабатывать вы. Я грамотно изобретаю. С вами и господа, сомпфированный президент компании «Ойфлейм» Владимир Полежаев, лидер номер один нашего бизнеса. Владимир Полежаев, сомпфированный президент компании «Ойфлейм». Спасибо. Выдоволит мудрость. Спасибо, Уфа. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что в глазах! Спасибо, Россия! АПЛОДИСМЕНТЫ А когда нас отомнилось в Москве, А в доме ли Россия будет первой? И Тамила поднялась, гордо скинула голову и сказала, Россия будет первой. Всегда! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ